всем привет распустилась и уже начинает оцветать целогена борфа диэнс это гибрид который очень часто все путают с целогеной пандуратой это гибрид пандураты на аспу и к сожалению цветы держатся совсем недолго ну наверное наверное неделю вот это вот максимум и они уже начинают вянуть постепенно в чем различие я сама не знала да и честно говоря у нас и в клубе и многие люди не могут понять надеяться что у них это природная орхидея а это гибрид отличие только вот в этих вот коричневых точечках цветы когда открываются они вроде бы кажется ну очень легко перепутать а когда проходит уже несколько дней то уже эта серединка немножечко коричневеет она уже такая не такая черная и вот эти вот пупырышки да они становятся такими вот коричневыми а у пандураты прям такое все я видела в живую пандурату она отличается ну и конечно многие гоняются за именно природными орхидеями но у меня есть это и другая надеюсь что когда-нибудь меня пандурата тоже порадует но пока что вот такое вот красивые два цветоноса очень красивые длинные и тут вот еще кстати еще растет 1 ну и как все целогины она любит немножечко повлажнее и не такое яркое солнце цветы кстати вот покажу размер цветка где показать как показать такой вот размер цветка кто не знает вот такой красивые и у нас конец ноября заканчивается весна скоро у нас в австралии лето и конечно же сейчас цветение пурпурат моя большая пурпурата вот-вот полностью вся раскроется ну а это я не успела ее снять покапал на нее немножечко дождик и в общем вот так вот получилось я думаю что я еще что-то наверное обрызгала орхидеи тоже что-то на нее попало ну в общем эта красотка камхамняна мосяй на пурпурату ну это цирулийная форма и кстати на прошлых выходных мы случайно заехали в один из наших магазинов и получилось так что мне очень понравилась одна котлея гибрид тоже ну и как вы видите название точно такое же но она обыкновенная и пурпурата совершенно другая шестеряна пурпурат очень много разновидностей поэтому и цветы другие к сожалению я ее покупала уже в таком полу оцветшим состоянии и она была такая цветы огромные были более яркие более красивые намного больше чем эти ну это уже наверное в следующем году а пока что вот так вот моя камхамня канхамнян разрослась и выдала в двух направлениях здесь вот новый ростик в эту сторону пошел здесь два бутончика и здесь вот два новых роста вот такие вот они по два и по два и три бутона средние цветы ну это наверное зависит от пурпураты все таки потому что мося они как-то одного размера все зависит от пурпураты и она такая средненькая не очень высокая не такая карту как пурпурата ну это губа который точно так же можно утонуть нежный цветочный аромат тоже в общем всегда что это новенько открывается что-то по-новому пахнет поэтому я люблю выращивать разнообразные орхидеи мне наверное бы нам надоело выращивать от них полинопсисы или одни котлей ну я никого не к чему не призываю это мой вкус и я рассказываю только о себе распустилась опять моя любимая котлейка красотка темные цветы котлея мариба тайгер очень мне нравится своей губой своей окраской такая прям красотка красотка было пять цветов когда-то у у меня но в этом году немножечко она такая капризулька потому что ей не хватало она уже переросла была свой горшок и я ее просто перевалила в другой горшок и вот она только-только после зимы начала смотрю растить новые корешки не хотелось мне ее доставать со старого горшка я ее так вот с ним и посадила видите и смотрю что здесь такие вот красивые жирные корешки начали расти вот такое вот название это гибрид шилерианы на тигрину но я не расстраиваюсь как говорится три цветочка меньше цветов они больше в размере так баши лириановская цвет такой ну в общем красивые очень красивые и плавно мы перешли к вот этой красотки у нее совсем небольшие цветочки ну сантиметров шесть наверное ну в этом году она прям такими букетиками уже расцвела это такой вот гибрид гибридович он у меня очень давно когда я только собирала свою коллекцию чифа кики грин и вот в этом году он там два цветочка здесь вот эти вот одни из первых открылись и они уже видите такие посветлели такой спокойный цвет и когда они открываются они бы такие вот еще салатовые красивые нежные аромат очень такой нежный тоже нежный но приятный и такой довольно таки сильный ну потому что здесь замешано очень много котлей и интермедиа в том числе а интермедиа славится тоже своим запахом в общем вот такой вот миниатюрная котлейка она наверное в диаметре сантиметров всего 35 наверное я бы сказала и вот такая вот красивая форма кстати у цветов мне нравится ну а здесь вот смотрите открывается опять мое чудо природы это мой white white bad plant первый цветонос только вот начинает открываться но и длинные у меня есть подробное видео о нем я рассказывала ну и вот в этом году он меня тоже начинает уже радовать такой вот один цветочек пока что там еще очень много бутончиков и вот так вот он раз постепенно постепенно начинает расправлять свои красиво свои усики красивы он кстати я его пересаживала ну как не пересаживала я отделила две детки у меня попросили ну ну потом я немножечко так как там думаю зачем я отделила сразу два растения ну в общем ладно но за зиму она не росло и вот сейчас весной она меня опять начало радовать тут вот одна детка которая у меня осталась у меня было три детки две я отделила как я сказала и вот это вот одна уже тоже вы выдала цветонос ну она мне выдала еще там вот еще одна детка тут вот смотрю еще растет и вот там вот еще ну я уже конечно отделяйте не буду на этот раз я поменяла на черную форму нога она оказалась не черный совсем какой-то непонятной листья не такие огромные вот новый лист вырос просто огромный шикарное большое растение очень мне нравится ну а из котлеек что еще у меня из котлеек это все я показывала ну и полностью открылся второй цветонос на моей красотке л патио этот уже отцветает он стал таким более прям насыщенный желтый цвет гибрид аурантики но еще один гибрид мой башмачок цветет кстати даже занял второе место на нашем последнем заседании в нашем клубе у нас было последнее заседание и он занял второе место вот такой вот пупсик красивы также полностью распустился уже не необычный на мой взгляд дендробиум такие интересные цветочки закрученная губа если приблизить очень интересные это дендробиум василий это наш австралийский дендробиум миниатюрный такие небольшие на сантиметров 10 эти как их назвать в общем очень плотные туберидии листики в общем такой вот красавчик расцвел на два цветоноса они у меня полностью отдыхают зимой естественно практически без полива температура у нас опускаются до 5 до 4 градусов было этой зимой даже прохладненько и вот весной начинают просыпаться выпускают цветоносы и очень быстро их наращивают запах кстати присутствует очень интересные цветочки из дендробиумов еще первый раз открылся у меня вот такой вот дендробиум париж ай секс айз называется 6 глаз первый раз он для меня расцвел ну конечно первые первое цветение она не показательная его ращу вообще с очень маленькая одно псевдобульбочки ну вот в этом году он меня порадовал наконец-то не разочаровал хотя бы что это он потому что обычно ждешь ждешь цветение и открывается совершенно другое у нас было два дня дождик а ожидается сейчас такая жара 34 36 градусов поэтому они все напитались ну естественно цветочки немножечко пострадали от дождя ну это первое цветение поэтому я очень рада хотя бы что он расцвел по сорту очень красивая такая махровая губа ну нету вот этих вот темных пятнышек пока только было одно такое вот ну я думаю что это первое цветение поэтому я не расстраиваюсь ванда крестата также распустила еще один цветонос очень долго она их держит вот и вот ванда ванда тискосея моя одна из новых приобретений поэтому я просто показываю цветочки это не мое цветение я покупала уже с цветоносами ну вот три цветоноса они уже довольно таки долго держится поэтому губа уже немножечко так выцвела ну это я вам показываю в полный рост дендробиума с чатум он конечно огромный очень высокий ну и цветоносы ну и цветоносы огромные тоже цветы большие нравится он мне очень красивые цветы и довольно таки неприхотливое вообще растение растет себе само все ему нравится у меня у него очень много цветоносов развилась прям в этом году на каждой псевдобульбе наверно и вот он постепенно постепенно развивает их наращивает один за другим и распускает этот уже цветает эти два открылись огромные конечно я понимаю что нереально такое растение держать дома ну в моих условиях вот такой он вымахал в мой рост да вот наше чудо кстати куриная лапка мы его сейчас называем у него была небольшая операция луи 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 нюмочку и бьюничку он намок весь все мокрый от дождя и он тут у меня лазит быстро выросли у него зубки и молочные зубки не выпали поэтому ему пришлось вырвать 3 молочных зуба ну и вот побрели ему лапку чтобы следить за его здоровьем у нас кстати еще небольшие небольшое пополнение у рози 4 новых щеночка опять поэтому мы как-то и забыли про это и началось у нее в общем обычное природное явление и они с луи не давали нам покоя поэтому нам пришлось ему найти ей найти жениха ну вставлю небольшое видео в конце покажу уже этих малышей чудных папа был черненький маленький пять килограмм розина семь килограмм и вот такие вот у нас чудесные малыши это я вам показываю красивые такие грусти слушайте необычные это тоже моя новинка дендробиум сулкатум который постепенно открывает свои бутончики и одновременно растит новые росты вроде бы ему все понравилось я его пока что пересаживать не буду единственное что я добавила всем сейчас моим орхидеям удобрение медленно растворяющий ну и вот и вот так вот цветут красивые такие свисающие грузди большой кустик здорово ну а здесь мой любимчик тоже очень люблю котлею форбезиай ну это альбовская форма цветы более светлые не такие темные как у обычной формы ну и это губа с разводами не видно не видно не видно сейчас мы попробуем мне пришлось ее подвесить потому что так вот она склонила свои цветочки и очень и очень плохо тяжело их снимать не такие конечно разводы как у обыкновенной формы но все равно красивые мне нравится этот изгиб губы три цветочка красивая необычная форма губы и форбезиай произрастает в бразилии красотка кстати на моей деревяшке я думала что форбезиай ну это не форбезиай ну это не форбезиай а это вот это вот красотка наверное я когда пересаживала кусочек отвалился поэтому я наверное посадила потому что у меня есть большое растение ее и я вот так вот себе сделала коряжку и слушайте открылись два цветочка очень красивые так вот ей понравилось здесь конечно после дождя это это просто какое-то наслаждение наблюдать за мхом за корнями все очень-очень красиво и на этой деревяшечке у меня все растет потихонечку корешки развиваются мух растет так красиво начинают разрастаться здорово и под конец видео еще правда не полностью распустились вот есть еще бутончики но они открываются постепенно моя королевишна она у меня одна такая огромная моя котлея пурпурата 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 стриата она у меня живет уже очень давно в моей коллекции кто со мной давно тот знает и она растет вот в таком вот в двойном горшке и опять она уже вылазит из него я честно говоря не знаю что делать ну пока что вот так огромная куртина я ее еле вынесла с моего гринхауса но это красота красота с каждым годом куртина разрастается и больше цветоносов я ее кстати когда-то надрезала уже эти венки это губа это губа в которой можно утонуть да я ее когда-то надрезала в центре и вот потихонечку потихонечку развиваются новые ростики в центре потому что она уже конечно в центре не растет не цветет ну а мне хочется чтобы было как можно больше цветов ну и растут уже в центре новые ростики я надрезала резому и выдали новые вот такие вот небольшие видите да ну как вот вот этот вот ростик вот здесь вот молодые растут маленькие в общем разрастается потихонечку я не знала во что ее посадить и вот так вот я и оборудовала такой вот горшок конечно же пурпураты это королевы красивые огромные высокие но такой кустик тяжеловато конечно дома держать ну у меня стоит на полочке и отведено почетное место и она вот такие вот огромные цветоносы наращивает раз два три четыре вот пять цветов здесь такой прям тяжелый цветонос тяжеленький цветы открываются сначала вот такие вот поменьше невзрачные и потом они через пару дней расправляют свои крылышки набирают цвет и превращаются в красивые цветы конечно же это пышное цветение для меня когда множество цветоносов я желаю всем пышного цветения ваших орхидеек чтобы они вас радовали я пошла кормить свой детский сад ну всем желаю любви любви ко всему любите друг друга да и на в у у у у у у Субтитры создавал DimaTorzok